Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 25 ноября, пятница, 19.15 в Якутске. Прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена событий». Сегодня мы будем говорить о вчерашнем послании главы республики, которое он делал перед Государственным собранием Илтумен Республики Саха-Якутия. И, конечно же, сегодня у нас в гостях заместитель председателя госсобрания Илтумен Республики Саха-Якутия Ольга Балабкина. Ольга Валерьевна, добрый вечер, огромное спасибо, что пришли. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, телезрители канала НВК Саха. Да, мы на главном канале республики. Безусловно. Ольга Валерьевна, давайте сразу, наверное, приступим. Как депутаты восприняли, если можно так спросить, послание главы, которое, кстати говоря, на сайте Егора Афанасьевича Борисова, озаглавлено о развитии местного производства новой генеральной линии политики республики? И, может быть, тогда о том, что лично вам показалось в нем максимально важным? Ну, безусловно, Владимир, да, парламент – это коллегиальный орган, состоящий из 70 депутатов. Все, безусловно, депутаты разные, каждый имеет свое мнение, позицию. Но большинство из них высказали свою позицию и на телевидении, и в интернете. И главное, что какие бы ни были, никакая бы эта позиция у каждого не была, послание никого не оставило равнодушным. Что же мне понравилось больше всего в этом послании, да, прежде всего, как и заместитель, курирующий социальный блок, мне было очень отрадно услышать, что начал непосредственно Егора Афанасьевич послание именно с сохранением социальной стабильности, которая в республике будет обеспечена и в том числе, и это основное направление, которое определено и для парламента республики. Понятно. Давайте вот по акцентам пройдемся, так вот, этого выступления, этого послания, которое я сам для себя обозначил и которое хотел бы спросить у вас, по поводу которых. Акцент первый. Вновь, как и в прошлом году, глава республики говорил в начале послания о главном финансовом документе, то есть о бюджете. И цитату приведу из послания 15-го года, 26-го ноября, оно прозвучало в прошлом году. «Нам нужно в первую очередь заботиться о доходной части, которая напрямую зависит от уровня развития экономики». Цитата из вчерашнего послания. «Сегодня нам необходимо обращать внимание в первую очередь на доходную часть, которая зависит от нескольких ключевых факторов». Почему, на ваш взгляд, Егор Афанасьевич делает в первую очередь именно этот акцент? Доходная часть. Доходная часть, да. Ну, во-первых, вы правильно сказали, что бюджет – это финансовая конституция и основной документ финансового развития республики. И, как любой непосредственно документ финансового характера главной республики, он состоит из доходной и расходной части. Делить всегда легко. Как сформировать доходы и каким образом найти действенные механизмы по формированию доходной части – это задача не только главы республики, органов государственной власти, исполнительной ветви, но в том числе и законодательной. Почему? Доходная часть, она у нас состоит из налогов и неналоговых платежей. И, безусловно, формирование налоговой политики осуществляется тогда, когда законодательный орган республики принимает закон о налоговой политике и определяет, как установление ряда ставок для налогоплательщиков на территории республики, от которых зависит доходная часть, так и установление, например, льгот. Если говорить сегодня о новом звучании в послании, непосредственно формирования и акцентов на доходную часть, то я вижу в том, что глава акцентировала внимание на поиск новых форм, которые бы работали на будущее. То есть сегодня, например, возможны определенные налоговые механизмы, как та самая удочка, которая дана, для того, чтобы через 3-4 года непосредственно это дало результат. Ведь мы сегодня принимаем наш бюджет на 3 года. И у нас мы видим в перспективе все три цифры развития. И понимаем, куда необходимо стремиться. И сегодня, в том числе и при обсуждении бюджета в парламенте с министрами, мы, прежде всего, рассматривали даже не по сравнению с 2016 годом, а именно по перспективе, как мы видим в будущие 3 года. Поэтому, безусловно, речь идет о предложениях депутатов и госсобрания к законодательству налоговой политики. Ольга Валерьевна, второй акцент. Проектное управление. Цитата из послания. Нам необходимо быстро перестроить коллег на новые алгоритмы взаимодействия. Понятно, что это про исполнительный ветвь власти, про правительство. Ну, в первую очередь, во всяком случае. А должны ли коснуться новые алгоритмы законодательной власти? Они не могут не коснуться, потому что все органы власти, но непосредственно они действуют в единой системе органов управления. И если мы возьмем, например, наше легендарное событие и наших непосредственно отцов-основателей республики, то необходимо сказать, что именно на заре становления республики 20 лет назад именно и депутатский корпус, и корпус исполнительный выбрал те механизмы. Ведь они же смогли перестроить свои мозги для того, чтобы поставить республику на соответствующие рельсы, рельсы рыночных отношений. Сегодня мы тоже говорим, что экономика определяет новые вызовы. И необходимо, соответственно, перестроить мозги. Поэтому будем перестроить мозги все вместе. А первая модель исчерпала себя, предыдущая? Игорь Афанасьевич, так же, как и в соответствующих документах страны, сегодня определяет, что с проектно-целевым методом управления мы, в принципе, с программно-целевым методом управления мы справились. Но проектный метод, он не исключает программно-целевой. Сейчас, может быть, для многих кажется, что это какие-то слова. Например, отличие, чем программа отличается от проекта. И если говорить, чем программа отличается от проекта, нужно сказать о четкой ответственности, уровне ответственности в каждого исполнителя в проекте. И, соответственно, их координирование в единой цепочке. От начала, от постановки задачи до непосредственно реализации проекта как такового. Да, существует, например, сегодня программа профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Да, действительно, это программа. И ответственны за нее ряд министерств. Но если сегодня анализировать, то каждая из этих министерств действует разрозненно. И в целом мы вроде собираем показатели. По показателям одного министерства хорошо, по показателям другого министерства еще лучше, по показателям третьего министерства вроде как не доработали. А вот эта единая линейка проекта, я думаю, что она как метод, возможно, даст результат. Ну, то есть пазл сложится. Пазл сложится. Да, пазл сложится. Третий акцент. И снова цитата. Одним из способов повышения занятости остается обучение основам предпринимательства. Ну, предпринимательству вообще уделилось достаточно хорошее и значимое, весомое, да, вот такое внимание в послании. Это во-первых. Но ведь участие граждан, ну, во-первых, в малом и среднем предпринимательстве не может быть задействовано много, да, даже в процентном отношении со граждан. И это не, ну, наверное, это не единственный способ для выхода из безработицы для обеспечения занятостью населения. И тогда возникает вопрос, а станут ли вопросы занятости доминирующими в 17-м году, который объявлен годом молодежи, потому что их занятость касается в первую очередь. Вы знаете, все-таки к посланию необходимо относиться как к документу, который не дает четкий механизм. Четкий механизм будут определять иные органы власти, да. И когда глава республики говорит о том, что необходимо обучать предпринимательским основам, да, то он прежде всего говорит о повышении культуры. О какой культуре? Если ранее, например, задача у нас и до сих пор остается, да, концепция повышения правовой культуры граждан, то сейчас, соответственно, я вижу в послании, да, определенные основные позиции, во-первых, появления, сохранения, даже не пока не повышения, да, а в целом учения основам предпринимательской культуры, да, потому что ведь никто не говорит о том, что будут учить зарабатывать деньги, да, а прежде всего сегодня уже говорить о том, что при зарабатывании денег человек обязан еще и определенную нести ответственность в том числе. Немецкое правило — собственность обязывает. А у меня есть еще одно хорошее правило, даже не правило, а просто высказывание такое. Уменьшение возможностей ведет к снижению активности. И вот это касается вот в первую очередь. Если возможности увеличиваются, ну, значит, это прямая пропорция, и активность, соответственно, возрастает. Ну, безусловно, да, человеческий мозг исследован на 24% всего на настоящий момент. Поэтому возможности сегодня не ограничены человеческие. Главное — непосредственно все-таки уметь ими умело использовать. Четвертый акцент, о котором хочется успеть сказать, цитата. «Вот уже несколько лет мы не можем организовать систему персонификации социальных льгот». Как вы, почему не удается, как вы скажете? Нас много, мы разрознены, льгот очень много, да. Сейчас при единой системе определенных льгот, да, как бы мы все очень разные. Персонификация поставлена как задача, исходя из, во-первых, четкого гражданина, которому должна оказываться по адресности и нуждаемости та или иная льгота. Мы сегодня должны четко понимать семьи, в том числе, например, и многодетные семьи разные, да, и семьи, в которых, например, мамочка может работать, папочка нет, или папочка топ-менеджер, а мамочка сидит по уходу за ребенком. И они одновременно получают одинаковое пособие на детей. Поэтому в данной ситуации, конечно же, речь должна быть об определенной социальной справедливости. Для чего вообще существуют льготы, как таковые? Для того, чтобы лицо, которое находится вот в пределах там либо временной нетрудоспособности, либо еще что-то позволяло себе быть дальше, продолжать конкурентоспособным, дальше развиваться. Еще вопрос из одной области, которую координируете вы в госсобрании, медицина. Цитата. Пока в структуре медицинского персонала очевидны диспропорции, в том числе между врачами общего профиля и узкими специалистами, между различными территориями, городской и сельской местностью, между учреждениями специализированных видов помощи и первичным звеном. Вы видите эти диспропорции и насколько, на ваш взгляд, они глубоки? Да, наверное, безусловно, эти диспропорции не могут быть неглубокими. Но сегодня непосредственно я хочу сказать, что мы все должны быть благодарны нашим медикам, которые работают на территории республики. Во-первых, потому что они выполняют достаточно сложную работу, особенно в условиях реформирования медицины, которая происходит. У них, по сути дела, тоже происходит новый слома мозгов. И по-другому начинается пониматься вообще то, что происходит в здравоохранении. Поэтому важно сохранить то, чему научились в приклятвии Гиппократа, и оказывать эту помощь. Меньше минуты остается. Завершающий вопрос. Цитата. Сейчас начинается процесс подготовки новых национальных приоритетных проектов. В него нам всем вместе тоже надо включаться без раскачки. Тем более, что субъектам такая возможность дана. А есть ли такая идея, которую вам бы давно или недавно хотелось предложить в качестве национального приоритетного проекта? Я считаю, что национальным приоритетным проектом России должна стать продовольственная безопасность. Практически все ресурсы, которые есть в земле, их в любом случае можно заменить. А питание остается. А республика это та кладезь, где всегда будет прекрасная здоровая пища. Поэтому мы прекрасно обеспечиваем ее. Очень хорошее. Спасибо, Ольга Валерьевна. С вами была Арена Событий. А в гостях был заместитель председателя Государственного собрания Илтумен Ольга Валерьевна Балабкина. Всего вам доброго. До свидания.